Продолжение следует... 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 Вот, он типа функция, прямо-таки функция настоящая. И мы можем сказать фан, допустим, от 2, 3, 4, только не фи на фан, и получить результат. Вот. Ведет себя функция совершенно ожидаемо так, как обычно ведут себя функции. Да, мы передаем ей формальный параметр, фактически параметр 2, 3, 4, в описании функции, где она у нас тут. Вот, есть формальный параметр x, который начинает ссылаться, именовать объект 2, 3, 4, дальше мы вычисляем выражение, и функция нам возвращает результат вот сюда. Вот. Как видите, можно писать так, но лямбда-функции, как и всяческие в питоне выражения, которые заменяют операторы, они имеют ограниченную область применения. Мы не можем с помощью лямбда-функции красиво и хорошо написать любую функцию, а можем только ту, которая что-то такое возвращает, то есть вычисляет выражение, тут же возвращает. Вот. У лямбда-функции есть еще одна интересная тема, когда нам нужно по ходу, по-быстрому определить функцию, а имя этой функции нам не нужно. Вот. Мы, может быть, с этим еще встретимся сегодня. Но в действительности проще пользоваться настоящим заданием функции, о котором поговорим сейчас. Вот. Прошу, однако, заметить, что функции это такие же точно объекты, прям вот совсем такие же объекты, как и все остальные объекты в питоне. Их единственное отличие состоит в том, что они callable. Вот. Значит, объекты, которые хранят просто данные, они не callable, а те, которые можно вызвать с круглыми скомочками, они callable. Собственно, я думаю, что уже ни для такова не секрет, что круглая скобочка операция, это такой синтаксический сахар. В действительности, вместо активации нашего объекта с круглыми скобочками, которые называются вызов, используется метод call, вот, его иный, которому передаются все нужные параметры. То есть, ну, как обычно, да, там внутри на уровне, на уровне байт-кода питоновского есть только объекты и их методы, и больше ничего нету. А на уровне синтаксиса, с которым мы имеем дело мы, как программисты, есть красивые круглые скобочки, которые, собственно, знаменуют собой вызов соответствующей функции и передачи, и параметры. Вот. Самый простой способ задавать функцию с помощью оператора дев. Вот. И, значит, дальше идет тело функции, оно находится в indentate-блоке, блоке с отступом, а в конце, а точнее не в конце, а в том месте, где вы захотите выйти из функции, есть ретер, выпишите ретер. Вот. А, давайте даже, ну, давайте сначала, Сначала, значит, вот вам, пожалуйста, вам ваша функция работает. И вот. Этот самый дев точно так же добавляет соответствующее имя в пространство имен. Тип у данной функции будет function. Давайте еще type напишем. Вот, видите, разницы никакой. Вот между этим и вот этим. Единственная разница между лямбда-функциями, то есть заданиями с помощью лямбды и заданиями с помощью дева, состоит в том, что когда вы задаете лямбда-функцию, у нее где-то внутрь прописывается, что ее имя, в общем, на момент создания не существовало. Да? Вот. О. Хотя вы можете туда написать что угодно. Вот. Кажется. А, ну, то есть только вот так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Только не фин, а функция. Смотрите. А, вот видите, я нейпс туда при-при-при-при-при-при делал, но... Ну и ладно. Я-то думал, что я сейчас могу ее им перелопатить, но нет, не могу. Ну и бог с ним. Значит, вот вам, пожалуйста, функция, которая прибавляет... Умножать надо и прибавляет единицу к своему параметру. Давайте напишем чуть более интересную функцию. Ну, на самом деле, ничуть не более интересную, а просто другую, которой будет делать наша любимая ах плюс б. Не менее любимая, да? А умножить на 2 плюс b. Значит, эта функция отличается от предыдущей тем, что в ней нету... В ней есть операция умножения на 2, и в ней есть операция сложения для элементов а и b. И, оказывается, с точки зрения... вообще говоря, все равно, какие вы туда параметры этой функции передадите. То есть, и другой тоже все равно. Ну, смотрите. Вот, например, 1 умножить на 2 плюс 2 равно 4. А вот, например, та же самая фигня для строчек. Первая строчка умножить на 2 плюс вторая строчка равно вот этой вот штуке. Да, мы помним, что умножение последовательностей это их склейка, а сложение последовательностей... В смысле, умножение последовательностей склейка последовательностей самой с собой, а сложение последовательностей это их склейка. Бибку Сильву, бибку Бива, пожалуйста, я сейчас не подготовил вот то, о чем вы говорите. Свяжитесь со мной в чатике, мы посмотрим. Что касается Монад, кажется, их синтаксических питания нету, поэтому заниматься мы им не будем прямо так. А что такое функциональные строки, это вы, пожалуйста, расскажите мне, а мы тогда выясним. То есть, просто укажите в нужное место на документации, и мы тогда выясним про это. Если вы путаете с форматными строками, то да, форматные строки мы, конечно же, будем смотреть. Вот. Значит, возвращаемся обратно. Обратно мы возвращаемся, у нас, как видите, функция fun может быть вызвана с параметрами целочисленными, функция может быть вызвана с параметрами строками, и никто, вообще говоря, ни одна живая душа вам ничего против не скажет. Я даже больше скажу. Вы можете даже передать функцию fun какие-то другие параметры, и ошибка, которую вы увидите, возникнет не в момент вызова функции, не в момент ее описания, не в момент компиляции, а в момент ее исполнения. Давайте мы вот что сделаем. Как там? Python Intra 2021 Вот. Давайте давайте усложним наш пример. Давайте здесь еще выведем что-нибудь. Print a, запятая b. Вот. Чтобы просмотреть, как там все происходит, а уже потом, return a умножить на 2 плюс b. Вот. Вот, значит, мы функцию-то определили. Давайте мы ей попользуемся, этой функцией fun-fun. Она работает так. Она работает со строками. Она работает, скажем, с кортежами. Ну вот, почему бы нет, да? С любыми последовательностями может выполняться операция умножения, с любыми последовательностями может выполняться операция двух сложений. Вот. Функция эта не работает с типами данных разной, ну, неравными друг другу, не потому, что есть какое-то ограничение на типы данных, а потому, что мы не можем, вот тут написано, мы не можем сложить строк с целым числом. Нет такой операции сложения строки с целым. Мы напоминаем, что питон у нас строго типизированный язык, то есть, если операция над данными такого типа не определено, никто не будет подпольно что-то конвертировать во что-то или как-то так преобразовывать данные, чтобы эта операция все-таки заработала. Вот. Соответственно, поскольку мы не можем сложить строку с числом, то мы и не сложим ее с ней. Но обратите внимание на то, зачем эта функция написала, что вот эта строка была выполнена. В самом деле говорилось об отличии интерпретаторов от интерпретируемых языков от компилируемых. И главное отличие стоит в том, что подавляющее большинство ошибок у интерпретаторов возникает в рантайме. То есть, когда все уже, синтаксический анализ проделан, эта функция синтаксически верна. А, синтаксический анализ вот этого вызова проделан, синтаксически анализ этого вызова верен, можно вызвать функцию с такими параметрами. И более того, даже функцию print ab тоже можно было вызвать с такими параметрами, вот и результат этого вызова. А вот вычислить вот это выражение нам не удалось, потому что не удалось. И только в этот момент происходит исключение type error. Ну вот, ну, собственно, значит, собственно, вот, рантайм. Немножко бла-бла на эту тему. Таким образом, понятие функции в питоне на самом деле довольно сильно отличается от понятия функции в некоторых других, более, в некоторых других языках программирования, типизации в которых устроено статически. Функция в питоне это не прообразование данных определенного типа в данные тоже определенного типа по нужному алгоритму. А это фактически такая формальная запись алгоритма. Функция fun fun работает так. Какие бы данные ей вот сюда не приехали, она сначала попытается их вывести, это ей удастся, мы помним, что print работает вообще для любых объектов. Потом попытается умножить а на 2, и потом результат сложить с b, и если эти операции позволены, то функция сработает. А если они не позволены, то выпадет соответствующее исключение, но ровно в тот момент, когда соответствующие операции не сработают. Такой вид неявной динамической типизации называется duck typing. Вот, в питоне он прям в полный рост. Почему duck, почему утиная типизация? Потому что есть такая поговорка, что если вам нужно, чтобы утка крякала и плавала, то все, что крякает и плавает, является уткой. Вне зависимости от того, что она делает еще. Вот если крякает и плавает эта утка, то все, что крякает и плавает, это утка. Даже если она там при этом стреляет, полыхает огнем, матерится, не важно. В данном случае все, что складывается и умножается, подходит в качестве параметров нашей функции. Ну вот, ну и никто, естественно, не проверяет это. Значит, вы могли бы сами это проверить, или там исключение обработать, но это уже тем другой совершенно разговор. Обратите внимание теперь на то, что внутри каждого вызова функции создается свое локальное пространство имен. Давайте посмотрим на это. Давайте напишем здесь printdir. Даже dir. Вот. И посмотрим, что получится. Давайте сразу вызовем, да. Фун от, там, не знаю. Вот. Что? Фун. А, фун-фун. Извините. Ошибочка вышла. Вот. Обратите внимание на то, что dir, который нам написала функция fun, и dir, который у нас снаружи, они очень сильно отличаются. Вот это один, а вот это другой. Ну, давайте ради... И здесь такой же print сделаем, и вот увидим, насколько они разные. Во! Ой! Во! Вот это dir, который выдала функция fun, который... Это то, что мы видели по результатам dir функции fun, а это то, что мы видели по результатам dir в вызывающей программе. Если быть более точным, то dir показывает то же самое, что показывает local. Локальное пространство имен. Просто для объемлющей программы локальное и глобальное пространство имен совпадают. Вот. Да, для вызывающей программы локальное и глобальное пространство имен совпадают, а вот внутри функции они не совпадают. Давайте это проверим. Сейчас мы тут лишнее все уперем. Print locals. Принит. Мой любимый принит. Да, и print global. А, так же. Во. Вот, смотрите. Очевидно, что locals и dir это одно и то же. Вот. А globals у нас прям совпадает с globals снаружи. Да? Вот они. Вот. Такие дела. То есть, идея состоит в том, что на самом-то деле, ну давайте еще прям globals. Как только мы вызываем функцию, у нас одновременно существует два пространства имен. Глобальный и локальный внутри функции. Вот. Глобальное пространство и локальное. Тут возникает вопрос, а как мы вообще определяем, как мы определяем какие у нас имена глобальные, какие локальные. Ведь у нас нету определений, как в там, Паскале какого-нибудь или Си, да? Определяем переменную, она определяется либо в глобальном смысле, либо в локальном смысле. Тут они как бы сами собой заводятся. Вот. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Вот у нас есть, давайте, print dir locals нет, давайте dir dir кстати, знаете что, давайте мы сделаем такую вещь dir afor dir if not a.start with подчеркивание О! Смотрите, как красиво. Ладно. Давайте мы вот это и сюда вставим. или даже не лейлдер, а майдер вот смотрите, какая красоти. Теперь мы можем писать вот так вот майдер ааа, хрен-то хе-хе-хе нет, так не можем. Вот так можем. Вот. Только не майдер, а все-таки locals, да? Сейчас, извините, я туплю, сейчас перестану тупить и все-таки locals. Окей. Вот смотрите. Допустим, вот так. c равняется 12, 13. Все хорошо. Никаких проблем. А, я забыл вызвать функцию fanfan. Давайте вызовем функцию fanfan. d равняется fanfan от bs.ptc или c, но не важно. Вот. Значит, как видите, внутри нашей функции fanfan есть пространство в котором два имени а и b, вот, ну и соответственно они равны 13. Снаружи от этой функции у нас есть b, c и d. Обратите внимание, b. b, c и начинается некоторая интересная штука. А, ну нет. Я соврал. Вот теперь b, c. И вот тут начинается некоторая интересная штука. На самом деле, ну, программистам объяснять не надо, программистам объяснять не надо, а вот нам с вами да, но тем не менее, обратите внимание на то, что внутри fanfan b равно 13, а снаружи fanfan b равно 12. Как ни трудно догадаться, это просто разные пространства имен. Это b глобальное, и оно как было равно 12, так и остается равно 12. А b локальное, и оно равно тому, чем мы передали. Передали бы сюда 13. Вот и все. То есть идея стоит в том, что это два совершенно разных места. Одно внутри вызвало функции fanfan, другое снаружи. И что бы мы тут не писали с нашими глобальными переменами, локальные имена, они как бы совершенно независимо от этого дела существуют. Даже если мы здесь напишем что-то типа b умножить равно 2, вот, все равно, даже вот так мы сделаем, да? Вот. Давайте так еще, вот так. Вот так, и вот так. Вот. И даже если мы сделаем вот так, вот b равно умножить равно 2, мы все равно увидим вот такую картину, что снаружи у нас b, как было равно 12, так и осталось. Потому что в глобальном неймспейсе ничего не поменялось. А вот сюда приехало число 13, оно назвалось локальным именем b, вот оно. Это локальное имя b перекинулось на другой номер, на другой объект, на 26, в результате этого преобразования. А глобальное имя b с тех пор не пострадал. Чисто теоретически мы можем внутри функции обратиться к глобальному неймспейсу, если прямо скажем, прямо скажем, что некоторое имя является глобальным. Тогда мы можем написать что-то типа c равняется 100 500. И смотрите, сначала здесь при глобальном глобус, а потом здесь прям глобус. Вот. Ну вот, смотрите, c было равно 13, вот оно. Вызвали мы функцию fanfan со значениями 12 и 13 и сюда приехало 12 и 13. А после, когда мы выполняли функцию fanfan, мы перебили c в это 100 500 и это c было объявлено глобальным именем. Ну и оно стало равно 100 500. Вот и все. Такой побочный эффект в смысле вирта и его языков программирования. Значит, это что касаемо глобальных и локальных имен. Итак, имена, которые мы описываем функции, которыми мы передаем, которыми мы связываем параметры, они локальные. Имена, которые мы описываем как глобал, а не глобальные. Но есть пограничные случаи. Пограничные случаи стоят вот в чем. Пограничные случаи стоят умножить на B и плюс D. Три. Вот. По фуншую. Какое из них D? Глобальное или локальное? Мы это сейчас узнаем. Я думаю, что локальное, потому что потому что да, потому что вот смотрите, нету глобального D. D у нас существовало на момент давайте мы здесь на момент вызова этой функции, а больше она не существует. Совершенно очевидно. Чего? Забыл записать. Вот. Ой, нет. А, я не вызвал функцию функции. Так. Вот. А, вот теперь очевидно, да? Тут его еще не было. Вот тут оно сейчас появится. Вот оно. Но это локальный внутри локального namespace, который мы с вами, значит, который мы с вами имеем в момент вызова этой функции. Вот. Собственно, на этом, а, нет, нельзя еще закончить. Хорошо. Неочевидный случай номер 2, вернее, очевидный случай номер 2. А если я захочу использовать, ну, не знаю, ц, оно глобальное или локальное? Ну, смотрите, к моменту вычисления вот этого выражения у нас в namespace нету имени c, соответственно, питон его не найдет, он будет искать сначала в локальном namespace, не найдет его там, и будет искать в глобальном namespace. Поскольку в глобальном оно есть, вот оно, он его там найдет, ну, и вычислить соответствующее значение, надо было приписать. Вот. Таким образом, питон сначала ищет в локальном namespace именно, если он там не находит, ищет в глобальном, ну, и вот, соответственно, вот, вычисляет, там. Осталось две, да, еще раз, глобальные и локальные namespace не пересекаются, как бы, какие бы имена не были здесь, это не то же самое, что имена, которые здесь. Вот. Сначала поиск происходит в локальном namespace, потом в глобальном. Есть один важный момент, который состоит в том, как, да, значит, соответственно, вот у нас локальный имя D, вот, а вот глобальное имя C, потому что к моменту, когда мы к нему ходили, этого имени C не существовало. Тут возникает неприятный момент, который кто-то должен был решить, и в питоне его решили. Неприятный момент стоит в следующем. насколько хорошо использовать глобальные, перебивать глобальные имена внутри функции. Вот если бы мы написали, помните, мы писали globe, да? Во. Хорошо ли имя? Ну, как сказать? Если бы явно сказали global, это хорошо. окей, а если это имя вот к моменту вот здесь вот было, не было в локальном имспейсе, и, соответственно, к моменту вычисления этой формулы было распознан как локальное, как глобальное, C к этому моменту распознан как глобальное. А потом мы взяли и перебили, написали C равняется 100-500. Что произойдет в данном случае? Произойдет неожиданное с точки зрения вот такого упрощенного понимания питона неожиданная вещь. Значит, ну, казалось бы, интерпретатор, интерпретируя восьмую строчку, скажет, что, ну нет, смотрите, у меня нету C в локальном имспейсе, это глобальное имя. А интерпретировать девятое перебьет это глобальное имя другим значением. В действительности произойдет не так. Почему это плохо, что я сейчас сказал, почему так делать не надо? Потому что нигде явно не написано, что C глобальное и что мы сейчас меняем глобальный имспейс. Этого не написано нигде, то есть, таким образом, случайно может совпасть функция использования вот этого самого C с глобальным C и начнутся какие-то неприятности, которые вот я, как пользователь этой функции не ожидаю, что это C внезапно перебьется, вот это C внезапно перебьется, это имя. Так вот, на самом деле такая программа закончится эксершеном. Глядите, если вы каким-то образом присваиваете, то есть, связываете вот этим именем что-то внутри функции, любое имя, которым вы связываете что-то внутри функции, считается автоматом локально всегда, если вы не написали глобал прямо в самом начале. и соответственно ситуация, когда вы используете имя распознанно как локальное, потому что оно участвует в операции связывания, а вы его используете в выражении до того, как это связывание произошло, вызывает исключение ваше переменное ваше имя локальное, но вы его использовали до того момента, как вы этим имем что-то связали. То есть, такой код вообще не верит. Таким образом мы огораживаемся от возможного перебития namespace и глобальных имен. Единственное, что следует понимать, что это не бесплатно и при определении функции всей этой функции в момент определения функции питон делает в момент синтаксического анализа еще разбор, а вот в операциях связывания какие имена глобальные, какие локальные это происходит, определение какие имена локальные, какие глобальные происходят в момент компиляции функции, то есть в тот момент, когда сказали дев, а в момент ее вызова выясняется, что вот это локальное имя используется когда мы интерпретируем, видите, вот у нас этот принц работал, вот он, этот принц работал, а вот вот здесь операция свалилась, потому что мы при попытке обратиться по имени выяснили, что ее в локальной спейсе просто нет, вот, при этом смотрите, это ее глобальный наибспейс, вот, а локального наибспейса его нету, потому что он создается в момент вызова. При этом обратите внимание на то, сейчас я это покажу, что вот это локальное пространство имен, locals, это не пространство имен вот этой функции, то есть это не пространство имен объекта FunFun, ни разу, у объекта FunFun вообще нету locals, как видите, смотрите, да, слово locals тут нету, global есть, а locals нету, у объекта FunFun нету locals, locals есть у того контекста вызова, в который попала эта функция, в который попал поток вычислений, когда мы вызвали эту функцию, почему так? Ну, потому что, если функция, например, декурсивная, то есть вызывает сама себя, то понятное дело, что в каждом контексте вызова свой locals, давайте это проверим, давайте отсюда и определим рекурсивную функцию, дев реку от A, A минус равно 1, допустим, ив, такая замена рекурсии цикла, ив A, A, 0, return, A умножить на 2, плюс реку от A, минус 1, A, давайте даже не так, и даже не так, return, A, аш, ив, плюс 1, ив A меньше 0, else, реку от A минус 1, нет, сейчас что-нибудь более хитрое, вот так вот, и тут неопустим, просто, и здесь умножить на это еще, ну что, вот какую-нибудь такую ерунду, да, я не знаю, что это за функция, давайте ее протестим, я вообще не знаю, что она вычисляет, ну похоже, что-то вычисляет, вот, посмотрим на нее, да, реку от 2, минус 4, от 6, минус 8, от 7, минус 9, мне кажется, что ничего хорошего она такого не делает, ну, в общем, минус 3, минус 3, от 13, допустим, 15, ну, вот как-то, вот что-то она такое делает, да, вот, ну, или давайте наоборот, да, что может быть, вот, еще более хитрое, что-то, что я такое написал, я не знаю, что-то факториальное явно, но хрен бы с ним, дело даже не в этом, дело в том, что эта функция рекурсивно вызывает сама себя, и при этом происходит рекурсивное вложение, кстати, наверное, это лучше всего на Python Tutor посмотреть, а не с помощью вот этих принтов, давайте мы сейчас зайдем на python tutor.org, точка com, вот сюда вот, нет, 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 точка com, вот сюда, вот, напишем рекурсивную функцию, посмотрим, как там раскладываются, как там раскладываются, значит, 3,6, здесь надо включить все питание АЧЕ, вот, def recum os a, b равняется a плюс 1, if a больше 0, давайте так вот, перейдем b плюс, она не демная, нужно, допустим, умножить на 3, b плюс реку от a минус 1, плюс вот, давайте посмотрим, что в результате получится, надеюсь, я нигде не ошибся, поехали, первым шагом происходит синтаксический анализ вот этой самой, вот этой самой функции, вот, с определением, напоминаю, какие тут переменные глобальные, какие локальные, но здесь все имена локальные, разумеется, дальше мы вызываем, залезаем в эту функцию, вот мы в нее залезли, у нас пространство имен создано от этого вызова, в нем есть имя А, которое сейчас указывает на 5, сейчас появится имя Б, которое будет указывать на 15, проверили А, теперь нам надо вычислить вот это выражение, ну, Б нам известно, теперь нам надо вычислить реку от а минус 1, а равно у нас сейчас 5, значит, реку от 4, ддыща, мы вошли в следующий вложенный контекст вызова функции, в котором свой name space, видите, здесь опять есть А, и это А уже равно 4, почему? Ну, потому что вот здесь вот мы вызвали реку от 4, да, сейчас мы опять вызовем, и еще раз, и еще раз, и еще раз, бум, здесь Б стало равно 3, и видите, умный по этому титру сказал, вообще-то 3 и 3, это один тот же объект, вот, и вот со следующим вызовом, О, со следующим вызовом выяснилось, что А у нас уже не более, а именно ему равно, поэтому мы наконец добрались вот сюда, возвращаем 0, и этот 0 возвращается вот в этот контекст, в предыдущий, вот в этот контекст, возвращается вот здесь вот 0, ддыщ, вернулся 0, и эта функция отработала, видите, она засерена, и этот контекст больше не нужен, дальше, к этому 0 прибавляется предыдущее значение Б, оно у нас равно чему 3, значит должно быть 4, да, только не 4, а 9, потому что там, ну не важно, 9, да, вот, А, Б уже равно 6, я собрал, значит, да, бум, и вот мы возвращаемся из всех наших тех контекстов, и вот, во вызывающую программу, которая нам вернулась, вернулась что, вернулась возвращаемое значение, где там у нас эти анвалю, 45, вот, это 45 отобразилось на экране, обратите внимание на то, что у нас при работе этой рекурсивной функции образовалось 1, 2, 3, 4, 5, 6 контекстов ее вызова, в каждом из которых были имена А и Б, эти имена А и Б связывали какие-то значения, вот, в общем память оказалась так изрядно наполнена, контекстами функций, в которые появлялись именно А, Б, вот, ну и вычислялись, вот, вот, пожалуйста, значит, как это все выглядит при обработке, наверное, стоит немножко поговорить про рекурсию, потом вернемся, вот, к еще свойствам функции, но, это вещь, которая, в принципе, объясняется на первом курсе, когда говорят про рекурсию, но, на самом деле, может быть, не всем, или не все здесь, были на нашем первом курсе, или не все это запомнили, короче, если вы написали функцию, как я вот сейчас, которая, может быть, заменена на цикл, в питоне, заменить ее на цикл, то есть, если вы написали функцию, которая разбирает, там, последовательность из n элементов, и у нее глубина вложенности n, вот как типичный пример, факториал, не пишите функцию, которую вычисляет факториал, с помощью рекурсии, так в питоне делать нельзя, дело в том, что в питоне, как мы только что видели, операция рекурсии, довольно дорогая, нам нужно создавать целый контекст, наполнять его именами, отдельно делать namespace, в этом namespace, значит, проверять, ну, и в общем, дорогая операция, вот, поэтому, если ваш алгоритм так устроен, что он создает этих контекстов слишком много, то это, наверное, плохой негодный алгоритм, не делайте так, максимальная глубина рекурсии в питоне граничны, кажется, тысячу, можно сейчас проверить, рерурм, ретон, о, видите, то есть какое-то количество вызовов мы уже потратили, войдя в питон, вот, и еще 996 вызовов мы сделали, а больше нам не до, а, нет, извините, я соврал, ровно тысячу, первый, второй, третий, четвертый, и еще 996 вызовов мы сделали, вот, на тысячном вызове нам сказали, знаете что, хватит с вас рекурсий, ну, хватит, правда. Какие алгоритмы, тогда, раз уж нельзя делать рекурсию с произвольным количеством вложенных элементов, какие алгоритмы рекурсивные пригодны, а какие нет. Простейший критерий, простейший, простейший критерий уместности рекурсий, это когда у вас n входных данных, допустим, последовательность из n элементов, а глубина множести, вложенности вашей рекурсии, которую вы планируете, не превосходит логарифма от этого n. То есть, грубо говоря, вы делите вашу последовательность пополам и разбираете сначала с одной половиной, потом с другой. Количество элементов при каждом рекурсивном вызове уменьшается вдвое. вот вам логарифм по основанию два. Если вы придерживаетесь такого правила, добраться до глубины вложенности в тысячу, у вас шансов, в общем, примерно мало, потому что, вообще-то, два в тысячный равно вот такому. Вы не дождетесь конца работы программы, которая делает вот столько оборотов цикла. вы не сможете написать рекурсивный алгоритм с линейной зависимостью по глубине рекурсии от количества входных данных на тысячу на тысячу этих самых вот не наоборот, алгоритмически зависящие от количества входных данных на тысячу вложенностей. Потому что вот. Вполне достаточно для того, чтобы никогда не упираться в этот верхний предел. Напоминаю, это нужно для того, чтобы не заполнять память всей этой ерунды. Окей, а что же тогда делать, если вы придумали рекурсивный алгоритм, неважно, он следует вот этому критерию, то есть он уместный или неуместный, но не хотите использовать рекурсию. Ну, вы считаете, что это медленно, что рекурсия приводит к постоянному заведению, удалению namespaces, что в общем довольно тяжело медленно работает и так дальше. Вот. Вот тут как раз вступает вступает в силу тем под названием замещения рекурсии стеком. Вот. Примерчик очень простой перед вами, чисто программистский. Предположим, у нас есть последовательность, в которой есть какие-то натуральные числа. И нам нужно найти, проверить тот факт, что среди этой последовательности есть под последовательность сумма, которая равняется s. Вот такой типичный, простейший, рекурсивный алгоритм. Мы берем некую последовательность, проверяем, что сумма ее равняется s, и если да, возвращаем результат, а если нет, возвращаем пустую строку. Вот эта вот последовательность возвращается, если она есть. А, тут стоит заметить про вот это. Я про это не рассказывал еще. Окей, давайте отложим на время разговор про замещение рекурсии с тэком. Мы к этому вернемся, я обещаю. Давайте вот сюда еще вернемся. Вот про это договорил и вот про это. А потом вернемся про рекурсию. Еще замыкание мы спим. Ну, я думаю, что успеем. Значит, тема номер раз, да, про рекурсию. Тема номер раз. Это функция, это объект. Ну, мы уже с вами знаем, что функция это объект. Ну, мы можем, например, сделать вот так. Смотрите, мы можем взять и написать что-то такое типа написать функционал. Можем писать функционал. Функционал это такой, такая функция, у которой параметром является функция. Смотрите. Сейчас мы это сделаем. Напишем функционал. то, что он будет функционалом, как бы, будет определяться исключительно его поведением. В действительности, это обычная функция для Плитона, которую передаете обычный объект. Ну, давайте еще какой-нибудь... А, даже не так. Давайте сначала простую штуку напишем. x f от x плюс то есть так, да? a d d f плюс g от x x Ну, тут вообще все просто. Вот этот a d f работает так. Давайте мы поменяем местами, чтобы было видно. Допустим, from mass import звездочка Давайте синус косинусом сложим, да? a d f синус косинус ну, скажем, p t d единичка ну, почти единичка p пополам а вот теперь точно единичка Вот Ну, какой-то синус единица плюс косинус единицы Как это работает? Смотрите. Мы вызываем функцию addf передаем ей три параметра объект sin объект cos и объект 1 Внутри функции выясняется, что первый и второй параметр это callable Мы их вызываем со скобочками передаем их параметрам ну и собственно вот такая вот такая вот простая немудрящая логика работы Ничего как бы волшебного в этом нету поскольку мы с вами уже знаем, что все функции это просто такие объекты их можно передать их можно поименовать с буквой f и g их можно вызвать потому что они колоду все как бы у людей все 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 понятно но мы можем сделать еще более хитрую штуку можем написать настоящий функционал настоящий функционал это такая функция которая в качестве параметров принимает функцию и возвращает тоже функцию давайте это сделаем это довольно забавно в питоне это делается и этот питон начинает приближаться ко всяким таким более более таким возголовным языкам программирования давайте не так давайте просто фады функция функция g и этот функция будет возвращать нам функцию функцию представляющую собой сумму результатов f и g как это сделать ну например можно лямбду вернуть но давайте сначала сначала все аккуратненько проделаем def fad от x return f от x плюс g от x определим такую функцию и ее вернем в давайте вдумаемся еще раз в то что происходит на экране мы определили функцию у нее есть два объекта внутри функции мы определили функцию которая будет от одного параметра которая будет вызывать эти два объекта с этим параметром и возвращать результат суммы суммы и вот эту функцию которую мы здесь определили мы и вернули вот получается довольно забавная картина давайте мы эту сейчас это лишнее давайте эту картину рассмотрим значит что там ну adf мы уже пробовали adf это простая штука да там только from a это неинтересно это мы уже проходили синус косинус один вот а вот fund это интереснее fund синус запятая косинус смотрите он нам возвращает функцию да это функция такой это функция такая всего лишь навсего просто функция такая же как например сам fund то есть вот смотрите видите то есть вот эта штука нам возвращается давайте давайте там f g g равняется fund a или там сикость назовем его сикость 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 равняется fund синус запятая косинус тыдыщ давайте выслаем сикость единицы сикость единицы тыдыщ смотрите сюда реально эта сикость работает сикость п будет равно значит соответственно почти единицы п пополам прям ровно единицы сикость нуля тоже должно быть равно единице обратите внимание на то что у нас наша функция fund взяла и вернула функцию ой слушайте я тут назвал ее фад и всех запутан давайте давайте вот так напишем чтобы никого не путать извините простите пожалуйста я мог вас ввести в заблуждение но разумеется внутренняя функция может называться как угодно кстати раз уж так вышло почему работало вот так потому что слово фад вот это принадлежало глобальному namespace а вот это фад принадлежало внутри вызову этой самой функции но чтобы никого не путать давайте все таки вот так сделаем убедимся что так тоже работает вот вот просто я как бы да ну работает на самом деле давайте определимся тот же сикось сикось ну или там что еще можно вместо сикось елог равняется фад вот эксп лог какие у нас есть логарифмы лог 2 вот да ну и допустим выпустим елог елог лог от двух нет от трех вот что такое елог от трех это эксп то бишь эксп от трех это е в степени 3 да плюс логарифм по основанию 2 от трех вот он глеб спрашивает смотрите как работает вся вот эта вся эта ерундень да здесь главное не пытаться не пытаться найти какую-то магию и какие-то чудеса в том что происходит как работает функция фад она получает на вход два параметра функция фад получает на вход два параметра вот они ф и же фактически мы передаем туда эксп и лог ну или там синус и косинус в предыдущем примере внутри функции фад они называются фад что происходит внутри функции фад мы определяем функцию аддер от одного параметра которая возвращает ф от x плюс g от x обратите внимание что ф от x и g от x к этому моменту вполне себе определены они равны эксп и лог в нашем примере вот и к тому моменту когда функция аддер функция аддер создается вполне реально значит вполне реально это все вычислить функция фад возвращает единственный объект это функцию аддер а функция аддер работает вот так ответ формальный ответ на вопрос глеба глеб спрашивает откуда откуда берет x второй фад фад вообще не берет x совсем никак у фада два параметра f и g и один параметр возвращаемое значение функции никакого x как видите фаду не нужно внутри фада определяется какая это функция это какая-то функция от одного параметра называется так что вот мы можем кстати такой же функционал переписать с лямбдой раз уж пошла такая пьянка ну там да return лямбд да пар f1 от пар плюс f2 от пар мне кажется так должно работать давайте проверим кстати ну-ка ну-ка эмм ммм лад д д д f равняется лад от мин с бт макс вот будет сумма минимума из максимума только вот теперь надо сказать f вот раз два три четыре пять тыдыщ смотрите вот вам пожалуйста функционал функционал в рил лайфе что делают функция lot да то же самое что функция fat абсолютно то же самое она возвращает некую функцию которая возвращает сумму от вот этих двух вызов да значит передаем ей min и max значит что будет делать делать та функция которая здесь конструируется она будет вычислять минимум последовательности максимум последовательности складывать их возвращается. Вот мы передаем последовательность, вот вам 6, 6, это 1 плюс 5, минимум плюс максимум. Вот. Можно так писать, можно так, как видите, лямбда нам пригодилась для того, чтобы ну, сильно уменьшить объем синтаксиса, объем кода, при этом читать все еще вполне вполне себе возможно. Так, вот когда вы начнете писать многострочные лямбды, тогда стоит задуматься над тем, да ничего не будет, будет функция внутри фада определена. Такое тоже есть. Мы этим будем заниматься. Глеб спрашивает, что будет, если внутри функции определить еще одну функцию. Вот. Мы этим с вами, кстати, будем заниматься, когда будем говорить про париметрические итераторы. Но не сейчас. Хорошо? Сейчас давайте вот про это еще немножко поговорим, потому что тут есть парочка интересных фишек, которые мы пока что не замечаем, а они есть. Вот. Функционал. Мы можем сконструировать функцию, и вернуть ее. Да? Мы можем же сделать совсем просто. Смотрите. ff от ничего, return, ну или там, да, сконструируем функцию def ff от a, b, c, return a плюс b плюс c, и return ff. ff. Вот, пожалуйста, что делает функция ff без параметров? ff без параметров. Она возвращает другую функцию, которая внутри себя создала. Что это за функция? Ну, это функция такая, как мы ее здесь сделали. Да? Да? r равняется ff и r от 1, 2, 3, пожалуйста, вот она работает. Причем углу именно столько, сколько нам. Вот. Всем пока немножко повтыкать, попереваривать вот эту ситуацию. В питоне можно делать функционалы. В питоне можно писать функции, которые внутри себя создают функции, и эти функции возвращают. Про это нам еще придется сегодня поговорить, волей-неволей, а пока более простые вещи. Более простые вещи связаны с всякими питоновскими удобствами. Питоновские удобства это распаковка и запаковка параметров. Мы можем передать функции, в которой есть несколько параметров, мы можем передать ей последовательность, предварительно ее распаковав. Ну, смотрите, f от a, b, c, d перетен a плюс b плюс c плюс d. Ну, вот так как. Вот. Вот такая немудряющая функция f от 1, 2, 3, 2, 3, 4 возвращает 10. Мы можем сделать что? Мы можем составить последовательность, список или этот самый кортеж, неважно. Вот. И вызвать его, распаковавши, передать его функции. Тыдыщи. Что при этом произойдет? При этом вот эта последовательность, которую мы передаем, кстати, мы можем тут любую последовательность написать. Range от 2 до 5. 6. Вот эта последовательность, которую мы здесь используем, распакуется, превратится в кортеж. И этот кортеж приедет сюда вот в функции и обзовется именами и приедет ей в locals. Ровно так и произойдет. Никак иначе. Видите? Причем обращение на то, что поскольку все эти параметры у функции обязательны, вот они, да, они все и приедут. А если мы скажем, укажем их больше или меньше, то нас обругают. Со словами, извините, у вас тут 4 параметра, а приехал 5. Это первый вариант. Значит, обратное тоже верно. Мы можем сделать наоборот. Мы можем сказать так, def fl от звездочка parse print parse ztlin от parse. и таким образом создать функцию, которая, которой можно передать любое количество параметров. Смотрите. fl от ничего. fl от одного параметра. 2, 3, да, да. Ну, понятно, что параметр мог быть любого типа. Это же мы как бы с вами знаем, да. Это может быть кортежи, это могут быть списки, это могут быть строки, ну, что угодно, короче. Да, например, тут 3 будут параметры, да, 4. Вот. Ну, то есть, вы меня поняли, да, всю вот идею этого. Я надеюсь. Значит, смотрите, распаковка параметров при вызове. Вот. Ой, что я несу? Да, что ж такое? Вот. И распаковка параметров в заголовке функции, если мы не хотим их как-то называть или, если мы предусматриваем, что наша функция зависит от неизвестного числа параметров. Вот. Понятное дело, что потом мы можем по этому, значит, да, значит, какого типа этот парс? Давайте еще его, а, мы знаем, какой он тип, он кортеж, потому что он с круглыми скобочками. Вот. Такие дела. Вот вам, пожалуйста, та же самая распаковка параметров, которые есть в, которые есть в, скажем, множественном присваивании и множественном связывании и еще кое-как. Естественно, возможно, промежуточный вариант, когда вы пишете что-то в таком духе. парочка параметров у него обязательная, а, спитая, а все остальные, допустим, other, они приезжают в списочек. Соответственно, print len or other 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 a, b. Вот. Давайте посмотрим на это. Так. Как она называлась-то? Она называлась fm. Ну вот, смотрите, эту fm можно вызвать с двумя параметрами всего. С тремя, с пятью, шестью, семью и так дальше. Но нельзя вызвать, например, с одним, потому что у нее только не f, fm. Потому что у нее два параметра обязательных, required. Один мы задали, а второй нет. Вот. Все остальное приехало в кортеж, который у нас называется other. Вот. Еще один тип параметров, который мы сейчас рассмотрим только вскользь, и на этом по-быстренькому закончим, потому что у нас есть важная тема. Это параметры именные. Мы можем написать еще что-то такого, вот такого сорта. Давайте мы сейчас пишем. деф а. Ну да, именные параметры. fn от a, b, c равняется 100 500, d равняется раз-два. Ну там, не знаю, ку-ку. print a, b, c, d. Вот. Значит, это параметры, у которых есть значения по умолчанию, и через эти значения можно манипулировать. Функция fn можно вызвать с двумя параметрами, с тремя, с четырьмя. Больше нельзя. и меньше нельзя. Вот. У нее первые два параметра обязательные, а два других необязательные. Более того, мы можем даже так написать. Мы можем взять и сказать, что там а, d, пожалуйста, равно 100 500. Ну не, 100 500, ну даже было, 42. Да? При этом значение по умолчанию в c сохранится, а значение по умолчанию в d перебьется вот из-за этого. Вот. К этому виду параметров мы еще с вами вернемся, когда будем говорить про словари, потому что если вот эти параметры позиционные передаются в виде кортежа, то именные параметры передаются в виде словаря, но словарей у нас еще не было. Это всякое удобство. Таким образом, мы можем написать функцию с произвольным числом параметры. Ну, в общем, вот. Мы продалбываем тему замещения рекурсии стэком. Это не очень хорошо. Возможно, возможно, их бог с ним, но, значит, просто есть гораздо более важная тема, гораздо более важная тема, и эта важная тема состоит в том, что мы ей уже пользовались этой темой, понимаете? Поэтому ее срочно надо объяснить. Тема называется замыкание. На самом деле, когда мы писали наш функционал, возвращающий функцию, там под капотом довольно забавный механизм работал, который мы с вами вроде как не заметили, а он полезный. Звук действительно налагает дорогой Ариарьевич, мы с этим что-нибудь поделаем, тут где-то в чатике были даже рекомендации. Смотрите, мы можем изготовить одну функцию внутри другой. Мы это делали только что, у нас был функционал, вот он, который изготавливался внутри себя функцию. И это новая функция, которую мы изготовили, вот здесь, вот это хорошо видно. это новая функция F2 может пользоваться может пользоваться какими-то именами, которые она видит. Но важен тот факт, что даже вот в этой простейшей штуке, вот это имя X, оно не глобальное и не локальное. оно принадлежит неймспейсу вызова функции F1. Тем не менее, F2 его видит. Если бы все было так просто, как мы с вами говорили, а мы говорили о том, что при вызове функции создается неймспейс, а при ее, значит, при выходе из нее этот неймспейс уничтожается. Кстати, не говорили. Давайте скажем об этом, что когда мы вызываем функцию создается пространство имен, в данном случае там X, FGX, FG, F1, F2, а когда мы выходим из функции, все эти пространства имен уничтожаются. Помните, в нашем patent tutor они такие серенькие покрашены были. Понятное дело, потому что мы можем одну и ту же функцию вызывать миллион раз, нам не нужно миллион одинаковых пространств имен, которые больше не понадобятся никому. глобальные имена существуют всегда, локальные имена существуют только в момент, когда мы вызываем эту функцию, а когда мы из нее выходим, они уничтожаются. Однако, в данном случае это не так. Обратите внимание на то, что вот это имя X, оно принадлежит пространству имен функции F1, но должно как-то остаться внутри пространства имен функции F2, когда мы ее вызываем. Оно не должно, это X, вот это X, не должно уничтожиться после вот этого ретерна. Давайте посмотрим, как это работает, потому что это не так просто. Смотрите. Вот мы определили функцию F, внутри которой определяется функция F2. Вот мы в нее залезли. вот мы определили функцию F2. Сейчас мы выйдем из вот этого вызова F1, но X должно залипнуть где-то внутри пространства имен функции F2. Если оно не залипнет, вот это 100500 пропадет. Дилищ. Сейчас. Вот он. теперь мы заходим F. И внезапно вот это F продолжает иметь доступ к этому самому X. О, видите? Формально говоря, никакого namespace от F1 уже не существует, он давно умер. Но вот это X залипло внутри пространства имен функции F2, и поэтому оно все еще существует. Вот такая конструкция, вернее, такая семантика работы языкопрограммирования называется замыкание. Если формально говорить на эту тему, то ситуация следующая. Мы изготавливаем функцию внутри другой функции, но некоторые объекты, вот в частности вот этот, должны остаться и видны быть там. посмотрим вот что, давайте посмотрим, как это выглядит с точки зрения питона, где там closure. Клопы. Напишем программу под названием клопы. Вот. Все просто. Вот у нас есть программа. Значит, FF равняется F1 от 1, 2, 3. Это FF нас будет просто возвращать раз, 2, 3, насколько я понимаю. Да. Вот. А вот посмотрим, что у нее есть. У нее есть такая штука, как closure. Давай посмотрим на dir print ff.closure скобочка забыл поставить. Closure. О! Ни у каких функций этот closure не был, а здесь был. Давайте мы попробуем сделать вот что. Сделать вот тут print id от x. Проверим тот ли этот объект, да? FF равняется в f2.3. А, черт, надо только херст сказать. опа, вот он. Это тот самый объект, который мы в свое время, вот этот раз, два, три, который мы в свое время передали функции f1, который в силу синтаксических причин, из-за того, что он был нужен для работы функции f2, остался. И поскольку девать его было некогда, вызов f1 закончился, контекст f1 закончился. Его записали в специальную штуку под названием замыкание функции ff. Вот. Вот так это работает. Не очень простая фигня, тоже прошу в это дело вдуматься. Вот, кто у нас спрашивал, Глеб спрашивал, что будет, если внутри функции определяется функция. Да, пожалуйста, вот, вот, обратите внимание на то, что вот этот x приезжает аж вот отсюда. Давайте посмотрим. Во. А он уже выполнился, да, давайте. Вот он сейчас вызывается f3. Ну и теперь его можно даже выполнить f3. Вот. Обратите внимание, к какому x оно будет ходить. Вот к тому, вот к тому, который мы передавали, вот этот 42, который еще вот из этого name space приехал. Такая вот, такая вот штука. Пафос моего высказывания состоит в том, что, если бы не вот это вот синтаксический анализ всего определения функций и не выяснения, что вот это вот имя взято не из глобального и не из локального, есть так называемого non-local пространства, то мы бы после того, как вывылились из функции x и уничтожили объект x как ненужный, имя x как ненужный, не смогли бы вызвать ни эту функцию, ни эту. Вот. Значит, примеры замыканий, пожалуйста, вот здесь. Вот, время у нас закончилось. Можно самим почитать, да, вот есть как бы два примерчика, вот. Чтобы окончательно всех вывести из строя и запутать, более сложный пример, вот, который потом мы сейчас распутим. Значит, более сложный пример такой. Давайте мы его скопипастим и почитаем. о, какой, ну и ладно, пускай будет. Бэпс. Более сложный пример такой. Значит, мы берем функцию address, она берет, берет, значит, создает список, вот, и заполняет этот список функциями. Смотрите, for in функцию adder, который добавляет икx, и создает массив функций. Давайте вот сейчас вот так вот сделаем. Давайте проверим, как это работает, да, adder, adder, create address, create address, dynch. Вот, смотрите, вот она создала десяток функций, да, вот мы в цикле, в цикле делаем дев, да, десять раз создаем, создаем функцию, добавляем ее в address. Вот. И предположительно девятый элемент, нет, вот такой девятый элемент будет добавлять, вот, вот функция девятая, да, давайте ее там, r r от десяти, будет добавлять девять, да, предположительно восьмой элемент, ну там, не знаю, r там четыре, да, будет добавлять четыре, опять девять. Вот это же непонятно, да, собственно, пафос того, что происходит сейчас, состоит в том, что почему-то так вышло, что мы насоздавали разных функций, это разные функции, смотрите, разные, все честно, мы их создали десять раз в цикле, эти функции, и каждая функция должна была что-то добавлять, но вместо того, чтобы добавлять нам и равное ноль, один, два, три, четыре, да, оно почему-то не добавляет девять, все время делится, это уже можно проверить, что у нас все, все эти функции, я начиная с нулевой, все равно добавляют девять к числу, че не так, какая фигня произошла, почему этот код не работает так, как нам хочется, ответ, в этой переменной и, это имя и, не находится в функции adder, а находится, оно не локально, оно не ведь здесь на входе определено, а вот вернем, вот здесь, оно принадлежит namespace, namespace, имя и принадлежит namespace функции create anders, поэтому, когда создается замыкание, туда попадает это имя и, им все наши adder на одно и то же это имя и ссылаются, Глеб спрашивает, почему квадратные скобки превозили address, потому что address это массив функции, вот он, квадратные скобки нужны, это массив, мы берем какой-то элемент, вот, нельзя вызвать create address напрямую, create address, можем вызвать create address, мы так и сделали, Глеб спрашивает, нельзя ли было вызвать create address напрямую, мы так и сделали, вызвали его, вот, массив функции, эти функции, пожалуйста, их много, вот, вот, их много, так что я не понимаю вопроса, видимо, вы немножко, как бы, немножко упустили происходящее, вот, еще раз, почему у нас все наши adder внезапно добавляют 9, потому что у них одно и то же замыкание, одно и то же замыкание, да, давайте посмотрим, r клоу сейчас, давайте, как там оно пишется, или давайте там r4 клоу, r4 клоу, вот, глядите, замыканием всех этих функций является один и тот же объект, вообще один и тот же, всех, у каждого adder замыкание одно и то же, когда происходило замыкание от этой штуки, да, оно всем к ним приехало одно и то же, вот какое там было в этот момент, и оно было 9, в конце концов, такое и осталось, и эта штука называется позднее связывание, да, то есть, когда мы формировали namespace нашей функции adder, вот, мы предусмотрели место, где будет наше i лежать, вот, но это i появилось только в самом конце, да, closure сформировался, когда мы закрыли пространство именового adder, вот, и у всех функций adder этот closure оказался одинаковым, вот, так делать не надо, как этого избежать, в данном случае этот closure был нам вообще не нужен, он был паразитный, нам не нужно было, чтобы к нам в namespace прилижало нелокальное i, вот оно приехало, оказалось одинаковое все, как это сделать, как это поменять, это очень просто, достаточно при описании функции сделать так, чтобы замыкание не происходило вообще, например, вот так, мы говорим, что функция adder теперь зависит не от одной переменной, не от одного параметра, а от двух, это x и j, этот j по умолчанию равен i, чему он равен? он равен i, он туда передается i, равное такому объекту, который был вот здесь, вот, в момент описания этой функции, не в момент, когда мы создаем замыкание, не вот здесь, а в момент описания этой функции, то есть, при первом defi это 0, при втором defi это 1, ну и так дальше, ну давайте это проверим, вот, давайте это проверим, ну это именно так, и я видимо закончу, потому что с этой беготнёю мы уже всё время своё выяли, вот, да, ой, не получилось, вот, значит, этот create adders отличается от предыдущего тем, что в силу того, что мы вообще не пользовались, не использовали здесь нелокальных имён, вот здесь, внутри описание, ни одного из этих adders вообще нету замыкания, да, ни одно из них замыкание не содержит, вот, давайте мы его вызовем, да, вот эти функции, вот, допустим, нулевая tfs, вот у неё, у неё в closure вообще ничего нет, да, не понадобилось closure, не было ни одного нелокального имени, ну и действительно print, и действительно, что там, если а нулевой, то она будет добавлять 0, а допустим, седьмой будет добавлять 7, вот, вот, так оно и работает, вот, сложная штука, я думаю, что можно, мы когда будем говорить про экзек, мы в него заглянем, там кажется, есть такая фигня, вот, хотя, чёрт узнает, это вопрос интересный, вот, надо будет, когда мы будем про экзек говорить, посмотреть, вот, значит, чего я не смог рассказать, я не смог рассказать о замещении курса стеком, и не буду рассказывать, похоже, мы не успеваем это в принципе, это в эту лекцию, это не влезает, вот, значит, я не успел рассказать, как выглядит, как выглядит модификатор non-local, но он именно так и устроен, если у вас есть необходимость, не лока, обращаться к x по записи, и такое, да, взятое из другого, из нелокального контекста, вы должны описать его non-local, точно так же, как вы пишете global, когда хотите описать глобальный x, вот, ну и просьба, значит, всех вкурить в замыкание, как таковое, это такая штука, в общем, абсолютно прозрачная, мы с вами писали функционал, не думая про то, что происходит замыкание, а там оно происходило, давайте это увидим, и на этом закончим, да, на самом деле, замыкание вот здесь вот происходило, при вызове вот этой функции, да, мы пользовались, вот этой функцией, мы пользовались тем, что f и g взяты из non-local, давайте посмотрим, кстати, давайте попробуем смотреть, просто чисто, что там было, r равняется f от min, запятая max, да, r точка к лужу, вот они, это min и max, вот это min, а вот это max, смотрите, id от min, только hex, да, hex, 0,7, а-270, вот он, и dot max, а-220, а-220, вот он, да, почему здесь произошло замыкание, нам внутри функции adder, понадобились имена f и g, которые, в противном бы случае, уничтожились, при выходе из этого контекста, все, значит, я понимаю, что тем сложной, давайте ее переваривать, домашнее задание, я сделаю, оно будет на, в основном функции, вот, я поговорю с, человеком, который делает монтаж, насколько гадостный у нас звук, если он тут плохой, то, видимо, я переселяюсь обратно домой, пока у нас, вот здесь, вот, не оборудуют нормальную звуковую комнату, вот, а что касаемо, что касаемо запазывания звук, то я попробую применить совет, который тут был, возможно, он поможет, так, на этом, видимо, все, хотя, если вы хотите задать какие-то вопросы, задавайте их, вот, окей, ну, с этой беготней, видите, мы целых, больше 15 минут уже просрочили, но делать нечем, да, вот, я предупреждал, что сегодня выпуск у нас экспериментальный, все, тогда, значит, до связи, в следующий раз у нас, я думаю, что строки, давайте посмотрим, что у нас в следующий раз, потому что мы воспроизводим тему прошлого, прошлого года более или менее, вот, и я думаю, что у нас должны быть строки или словари, да, строки, в следующий раз у нас строки, эта тема гораздо более простая, гораздо более веселенькая, чем то, что у нас было сегодня, вот, так что, до встречи, и, вот, Да. Всем спасибо.